Индекс сельскохозяйственного производства в Яльчикском районе в 2015 году составил 110%. При этом бюджет муниципалитета исполнен лишь на 98. Статистику испортило плохое поступление налогов. Такие цифры были озвучены на подведение итогов социально-экономического развития района за прошлый год. В совещании принял участие председатель Государственного совета Юрий Попов. Рост сельхозпроизводства достигнут за счет увеличения обмолота зерна, сбора картофеля и овощей. Выросло производство мяса и молока. В Яльчикском районе реализовано 6 инвестпроектов на сумму 25,5 миллионов рублей. В конце 2015-го и в начале 2016-го годов заложили основы для будущего урожая. Посеянные зимы, провели обработку почвы, подготовленные семена. В социальной сфере в районе тоже делается немало. Введено почти 6 тысяч квадратных метров жилья. 36 семей улучшили свои жилищные условия. Построены два новых фельдшерско-акушерских пункта. Ведется ремонт и строительство автомобильных дорог. Первый заместитель министра образования и молодежной политики Чувашской республики Светлана Петрова остановилась на развитии системы образования. Отметила качественные и количественные показатели районов в сфере образования. Растет уровень заработной платы у педагогов. А школы показывают неплохие результаты. По итогам прошлого года Лащ-Таебинская средняя школа вошла в число 100 лучших школ России по химико-биологическому и эколого-географическому направлениям. Основная задача на 2016 год, хотим мы этого или нет, уменьшение количества малокомплектных школ. Это не только из-за экономических соображений. Дети должны учиться в больших классах. С детьми должны работать высококвалифицированные педагоги. У детей должны быть теплые туалеты, хорошие спортивные залы, а еще лучше бассейн. Если ребенок в такой школе не учится, он не может быть успешным в современном, динамичном, очень сложном мире. Он не может хорошо учиться. Подводя итоги совещания, председатель Государственного совета Чуваша Юрий Попов отметил, что в Яльчикском районе многое сделано и делается для повышения качества жизни жителей района, развития муниципалитета. На совещании также вручили государственные награды лучшим, а также свидетельство о назначении специальной стипендии для представителей молодежи и студентов за особую творческую стремленность.